В своём последнем видео Кристина где-то 10 минут сидела и сочиняла всякую чушь про свою дочку Кассандру. Она сказала, что якобы Кассандра там кого-то обозвала, какого-то мальчика, геем, и родители пришли разбираться, и Кристина там приехала, и что-то там с ними разговаривала. Но это всё полнейшая чушь и ерунда, это Кристина просто придумывает, чтобы создать себе какой-то контент, у неё нет ничего. А во-вторых, она как типичный нарцисс не видит ничего плохого в том, чтобы вот так вот сочинять про свою дочку и её позорить. Для нарцисс это вполне нормально. Нарцисс очень любит позорить своего ребёнка. Причём он это делает таким вот извращённо скрытым образом. Он говорит, что вот моя там бедная несчастная доченька, о, такое поведение-то у неё плохое, ну что вы скажете, посоветуйте мне сердобольное. И при этом она вот снимает тихонечко эту дочку, когда у дочки истерика, она там с ней ругается, кричит на неё, потому что эта девочка медленно собирается в школу. Она отбирает у неё телефон, и она истерит по поводу того, что зачем она у неё отбирает телефон. Она её тихонечко в это время снимает и потом вываливает в Ютуб. Это вот такой вот типичнейший-типичнейший мамаша-нарцисс. То есть она как бы, ну, хочет добра для своей доченьки, но в то же время она её так вот унижает и позорит, и выставляет её там какой-то кричащей, орущей, психующей. Вообще вот в этой семье у Кристины и Степана у них вот этот вот ор, он, я так полагаю, там стоит постоянно. То есть в этой семье, вот в этой неблагополучной семье они постоянно друг на друга орут. То есть вот эта бедная Кассандра, она просыпается утром, и на неё начинает орать её папаша матом, что она медленно собирается в школу, потом там выползает из коморочки маманя, тоже начинает отбирать у неё телефон и с ней там спорить, ругаться, её снимать. То есть эта девочка, она живёт в постоянном таком очень, ну, фактически, я бы сказала, абьюзивном климате, вот в этой неблагополучной семье. Мало того, что там постоянно нет денег, там постоянно нужно бороться за жрачку, там нельзя принимать душ, нельзя мыться, нельзя пользоваться газом, нельзя пользоваться, там, электричеством, но там постоянно на тебя ещё и орут. При этом, когда ты проживаешь вот годами-годами вот с такими людьми, которые на тебя орут, то это влияет на психику. Я думаю, что на Кассандре это уже начинает отражаться. То есть она сама уже начинает орать на этих родителей. И чем дальше, тем будет только хуже. При этом Кассандра отправлена в школу, где учатся дети богатых родителей. И некоторые родители, которые посылают своих бедных детей в подобные школы, они радуются, типа, вот, я отправил там своего Васеньку в такую-то, в такую-то школу, там все богатые, то-сё. Но такой родитель не хочет себя поставить на место этого Васеньки или этой Машеньки, которая нищая, у неё нет хорошей одежды, у неё нет хорошего дома, у неё нет денег. И эта бедная Васенька-Машенька вынуждена прийти в школу, где учатся дети, у которых всё есть. Не только всё есть, но больше, чем надо. Её там приглашают на какие-то дни рождения, и она видит там приличный дом каких-то хороших родителей. Она не может этих детей пригласить на день рождения в свою эту коморку, в которой она живёт, потому что ей становится стыдно. И она понимает, что, оказывается, она какая-то не такая, а с ней что-то не так. Она бедная, а родители у неё там, папаша какой-то старый, маманька плохо язык знает, какая-то иностранка, живут они в плохом каком-то районе, и квартирка у них какая-то убогая, завешана какими-то тряпками там, и свет ей нельзя включить. То есть вот на фоне вот этих вот богатых детей вот этот вот нищий ребёнок начинает себя чувствовать ещё более нищим, каким-то ущербным, каким-то не таким, каким-то убогим. И у ребёнка начинают развиваться всякие комплексы неполноценности, всякие психозы. Это хорошо, если дети в такой школе этого ребёнка не дразнят. Но они, как правило, этого несчастного ещё и дразнят. Но они же знают, что вот там Машенька бедная, у неё нет ничего, вот там какая-то мамка странная приходит её забирать, он папаня какой-то дедуля. А у Кассандры в добавлении ко всему ещё и в школе учится Изи, и её папаша туда приходит, и он приходит с маманей этой Кассандры. То есть там вообще какая-то неразбериха получается, что это папаша какой-то девочки в школе вдруг живёт с моей мамкой, а мамка живёт с моим, с этим дедом. Но вы представляете, вот ребёнок ходит в школу, вот в такой вот биографии, скажем так. И дети, они же это знают, они же друг с другом-то общаются. И у меня такое впечатление, что Кассандры в этой школе уже начинают дразнить и издеваться, потому что по ней видно, что в школу она идти жутко не хочет. Вот для неё эта школа, она туда идти не хочет. Если ребёнок очень-очень не хочет идти в школу, то, скорее всего, в школе какие-то проблемы. В её случае это хорошая школа, то есть с учителями там проблем быть как бы не должно. Значит, там какая-то проблема с детьми. И они на неё орут, вот Кристина и Степан утром, потому что она не хочет, она постоянно опаздывает. Так она опаздывает, потому что она не хочет идти в эту школу. Ты на неё можешь там орать с утра до ночи, но это лучше, от этого лучше не будет. Она от этого не побежит в эту школу. Значит, в школе какие-то проблемы, о которых Кристина либо не хочет их видеть, либо она не хочет их знать, либо ей вообще наплевать на это. Потом Кристина показала себя так, ну как бы близко вот на этом видео. И видно, что у неё всё лицо покрыто солнечными пятнами, пятнами от солнца. Кристина, тебе серьёзно, вот серьёзно нужно либо носить какую-то шляпу постоянную, либо накладывать на лицо такой толстый-толстый слой солнцезащитного крема, потому что вот эти пятна от солнца, которыми покрыто всё твоё лицо, они реально, я бы сказала, так не выводятся. Субтитры создавал DimaTorzok